и снова приветствую вас дорогие друзья на канале waris game решил я сегодня сделать обзор такой вот новой вышедшей картой ну вернее она так сказать можно сказать не новая а карта которая была сконвертирована с прошлых версий игры farming simulator вот эта карта называется булллллла то есть вы наверное многие уже знакомы с этой картой да тут имеется 11 полей вот то есть помимо стандартных культур здесь еще так же морковь, лук есть хмель и табак и в чем же особенность данной карты это то есть данная карта деревни Бухалова она была переработана и дополнена различными новшествами то есть отличающих от авторского варианта ну а она редактировалась естественно как заверено с согласия авторов данной карты и в чем же особенности данной карты вот это во первых идет вот разметка карты то есть когда участки выбираем идет четкие разметки вот то есть можно вот покупать возможно покупать на выбор либо поля либо прилегающую территорию вот вот любую территорию можно покупать вот также добавлены производства это лесопилка там которые производят палеты доски картофеля мойка которые моют и упаковывают картофель производства пилетов вот молокозавод который производит сыр и кефир хлеб завод который производит хлеб мукомольный завод который производит муку и песчаный карьер где можно добывать песок все эти производства мы рассмотрим по отдельности, естественно вот также загоны для скота тут статичные, их не нужно покупать, достаточно купить вот участок вот допустим, вот здесь вот покупаем участок, вот купил допустим участок и здесь у нас вот находится коровник да, вот ну где-то там свинарник, где-то там для овец, короче говоря да, вот давайте-ка отдельно каждую потом рассмотрим мы вот этот возьмем тоже, ладно так также добавлены множество точек продаж и имеется также кое-какая техника собственность это дефолтная такая техника ну я обычно в такие карты дефолтную технику сразу же я продаю и покупаю естественно модовые тем более вот под живопись данной карты да, вот такой вот типичной сельской да вот местности старой нашей как говорится российской глубинки постсоветской да новая такая современная техника как-то не очень-то смотрится вот ну а мы прокатнемся естественно для начала вот на такой так сказать современной машинке да вот это вот здесь мы появляемся вот в таком домике вот такой дворик у нас имеется да с сарайчиками там гаражами и можно здесь вот сразу же разводить курей вот которые по двору тут бегают вот и производят яйца яйца между прочим нам нужны для многие производства так давайте-ка я лучше этот открою чтобы было удобнее смотреть вот и немножко так сказать покатаемся по деревне да вот такая вот деревня в наличии собственности у нас ну я тут в принципе поставил самый высокий уровень сложности поэтому у нас так сказать ничего нету да вот ну вот такая вот так сказать глубинка вот и мы сразу же куда-то попадаем это скорее всего это производство это как раз-таки картофели мойка первое производство попадаем мы вот сюда мы привозим картофель деревянные палеты воду и топливо да на выходе получаем чистый вымытый фасованный упакованный картофель вот то есть чисто случайно вот заехали мы на какое-то производство так давайте-ка выедем отсюда потому что вдруг ругаться будут так это вот мы смотрели тут курятник да вот наш который находится у нас во дворе так давайте-ка покатаемся теперь вот ну по деревне вот вот такая вот живописная карта которая поддерживает между прочим мод сезонов как вы видите мод сезонов стоит да вот я его поставил и у нас ранние весна да как вы видите листья на деревьях так сказать еще нету голые да деревья вот такая вот так сказать и прям смотрите-ка реально вот дорога неровности кочки такие да вот встречается даже грязь тут такие вот неровности прям типичные деревня как называется как Кашилово да Кашилово так он что-то на на горизонте церквушка показалось да смотрите-ка как трясет прям неплохо так реализовано да вот прям все эти неровности дорожные и вот мы приезжаем куда-то в какой-то вот типа поселок что ли непонятный да вот и где естественно у нас какие-то производства там имеются давайте-ка вот где-то припаркуемся ну вон возле гаишников встанем их что-то все равно нету не видно и рассмотрим наверное мы вот все имеющиеся производства на данной карте ну прям по карте будем вот так вот прыгать с самого верха как всегда начнем здесь мы уже вот были картофель мойка овощих хранилищ да вот где у нас вот производится ну не производится привозим сюда картофель и он как говорится мой моем его там получается чистый картофель который естественно чистый картофель по сравнению допустим от обычного да вот обычный допустим вот 300 с чем-то стоит всего лишь да а вот мытый картофель он уже стоит во много раз дороже вот смотрите когда вот 2 там 3 тысячи примерно тогда вот вот так курятник сеновал это мы там появляемся это наш двор такой да и давайте ка вот следующий вот это как я понял удобрение да здесь наверное скорее всего мы покупаем удобрение семена извести да вот вот смотрите стоят прям бункеры такие и сюда наверное подъезжаем и наверное скорее всего покупаем да вот то есть типа вот склады такие да вот с семенами и удобрениями вот хоть и деревня такая постсоветская заброшенная но немножко начинает так сказать развиваться да вот так давайте ка следующий ну магазин техники естественно магазин здесь мы покупаем технику да также можем продавать модернизировать ее и все такое прочее вот причем что интересно можно выезжать сюда да вот и вот через ворота ну здесь вот смотрите ка через ворота типа вот смотрите ка как реализовано как будто допустим от поставщика вот да паровозами доставляют типа технику да и мы тут уже ее покупаем ну или там допустим фурами вот так вот запчасти типа да вот интересно как реализовано здесь вот какой-то бокс может ремонтировать можно ну не важно вот то есть даже бренды смотрите имеется рассильмаш да вот это магазин вот где мы покупаем технику вот так зерновой элеватор это отмечено как точка продажи что ли или хранилище я не знаю давайте-ка посмотрим зерновой элеватор это точка продажи где мы можем продавать зерновые вот как вы видите вот триггер стоит здесь мы можем продавать да скорее всего должно быть написано здесь по-моему вот все отмечено странно только что-то ничего не видно вот здесь вот какая-то база да может быть наша база хранилище я не знаю так давайте-ка вот рядом посмотрим ну рядом опять очередная точка продажи предельные да вот продажа продукции здесь вот мы как вы видите продаем лес наверное в чистом виде сюда привозим а здесь уже вот продаем просто ну конечно лучше говоря здесь на этой карте выгоднее из леса что-то делать ну я естественно покажу что можно делать из леса так магазин магнит магазин магнит это тоже очередная точка продажи здесь мы продаем не урожай а произведенную продукцию вот то есть вот смотрите яйца молоко вот и другие такие типа морковка а нет морковь смотрите нет так продается вот мытый картофель сыр кефир там и прочая продукция которую мы производим то есть пищеваем так перекупщик животных ну перекупщик животных здесь мы покупаем животных и возможно продаем еще сено и соломы обычно так бывает ну вроде ничего такого не отмечено ну просто написано что перекупщик животных и все так убойный цех ну это типа как мясокомбинат да вот ты привозишь короче говоря животных произведенных там свиней там я не знаю вот так так товарная станция прием палет ну здесь скорее всего это точка продажи тоже очередная точка продажи товарная станция прием палет вот то есть здесь тоже продаем различную продукцию нашу которая в поддонах произведенная вот так это точка продажи очередная так и овощебаза овощебаза здесь мы продаем овощи как вы видите вот картофель свекла да вот что то в этом роде овощебаза даже можем посмотреть что она принимает так картофель свекла морковь лук да вот можем прям выращивать короче говоря и продавать эти так сказать овощи вот вот такая вот так сказать овощебаза у нас да вот так следующее у нас по локации перекупщик животных были производство пеллет так давайте ка не производство пеллет наверное поначалу посмотрим пилорам так пилорама сюда мы привозим бревна древесину да вот и с помощью бревен древесины получается у нас по выбору можно производить поддоны и поддон досок и также получается щепа вот затем можем эту щепу и поддоны отвозить на производство пеллет вот производство пеллет сюда мы привозим поддоны щепу и солому вот здесь сбоку загружаем вот так вот сюда вот все четко отмечено что мне нравится не надо искать там и тупеть вот сюда привозим поддоны а здесь уже в поддонах мы получаем прессованные гранулы которые называются пеллеты вот и пеллеты в отличии допустим от щепы можно будет подороже продать вот так загон для свиней мы уже как вы видите его купили вот то есть смотрите тоже написано все четко привозим картофель свеклу кукурузу пшеницу ячмень канола подсолнуху соевые бобы да вот и ну тут свиньи вот здесь мы выращиваем свиней вот здесь воду ну вот это уже мой мод я люблю вот этот мод удобно там с водой возиться не надо надо все-таки современные технологии иметь надо будет просто ну он просто напросто вот берется и поднастраивается уже как надо и пользуешься спокойно этим краном а вот здесь как я понял не здесь навоз где-то должен скапливаться обязательно сейчас мы посмотрим так вот здесь мы выгружаем свиней вот вот здесь выгружаем солому корм мы уже видели где выгружаем ну а вот здесь вот забираем жидкий ну вот здесь твердый навоз а вот здесь вот жидкий навоз вот который можем пустить как говорится на удобрение полей там или продать вот так заправочная станция такая старая да ну само собой здесь так сказать подъезжаем и заправляемся да вот даже цены какие-то есть интересно как ну в общем-то здесь мы заправляемся вот так синнабал синнабал здесь мы храним ой выпрыгну здесь мы храним сено и солому в рассыпном виде смотрите-ка как удобно не тюковать не надо ничего вот смотрите солома трава сено да вот зона выгрузки вот вот зона погрузки труба да вот здесь мы храним короче говоря запас кормов ну это у нас вот как говорится наше вот хранилище наша база такая получается да вот вот здесь вот у нас получается это хранение удобрений вот сюда как я понял засыпаем да отсюда вот уже забираем походу здесь вот храним сухие удобрения вот так и вот здесь вот дальше следующее это у нас получается силостная башня то есть ну как я понял это наш элеватор вот он получается мы прям здесь вот короче и засыпаем да и отсюда же и забираем это вот наш как говорится склад хранилище наше да вот всего нашего урожая который мы собираем ну или произведенные там наших удобрений да вот так ну а дальше вот уже по ходу движения да вот сейчас пробежимся немножко там дальше уже идет это наша тракторная бригада ну то есть наша база тут вот стоит наша техника вот ну тут как вы видите дефолтные ну и как всегда осталось что-то постсоветское вот такой металлолом он присутствует вот так водонапорная башня здесь мы наверное в воду забираем хотя не знаю функционирует ли она ну что-то смотрите-ка есть скорее всего да воду здесь можно забирать ну это вот так сказать наша тракторная бригада но почему-то ничего не обозначено правда вот странно почему же боксов нету например интересно действуют они работают да вот смотрите-ка тут вот имеется ремонтная мастерская даже да смотрите-ка отсюда можем заходить да там вот прям технику загонять вот отлично так эстакады ну вот знаете что жалко так это то что нету ремонт не ремонтных а просто боксов для хранения вот то есть техника стоит получается у нас под открытым небом это что не есть хорошо вот так это у нас вот смотрите-ка администра строящиеся административные здания реконструкции здания называется да сюда мы продаем песок а также вот еще интересное место продажи песка есть называется песок налево ну это типа допустим когда ты на кого-то там работаешь да песок везешь потом хоп налево куда-то завез короче и продал тут короче это там гастарбайтерам короче из союзных республик да на стройку вот сюда вот песок короче вот и тут вот они как раз таки наверное строители тут что-то строят короче говоря вот и мы можем спокойно налево так сказать песок толкнуть вот весьма интересно так протравитель протравитель это весьма интересная такая вещь вот здесь вот смотрите открываем вот так вот сюда мы загружаем зерно и удобрение вот зерно и удобрение а вот здесь вот уже в бункерах мы получаем семена вот что еще такая особенность интересного протравителя здесь вот еще такая вот вещь есть сюда мы привозим кукурузу, овес, картофель, свеклу в воду и на выходе получаем корм для свиней. Тоже вот здесь вот. Из этих бункеров. Видать, там не с первого или из второго. Вот. Вот такой вот. Ну и здесь, наверное, можем, так сказать, уже что-то хранить или технику поставить там какую-то. О, разваленный сарай. Как его еще на доски не унесли. Странно. Вот. Так, следующий. Синнабал. Синнабал 3. Синнабал 3. Синнабал 3. Продаем сено-солому. Если играем, конечно, с модом сезонов, все это дело надо делать в тюках. Ну, а если без мода сезонов, можно так, в рассыпную привозить. Это типично. Так. Пастбищи овец. Пастбища овец. Так, мы попадаем тут. Пастбища овец. Здесь, естественно, у нас обитают овцы. Вот здесь, естественно, мы их выгружаем, да. Вот. Вот здесь мы засыпаем им корма в виде травы или сена. Ну, вот здесь вода. И вот здесь, скорее всего, они вот тут бегают, пасутся эти овцы. Да, и получается так, что, короче говоря, рядом с песком налево. Так, вот интересный магазин 1. Магазин 1, точка продажи продуктов. Тут их 3 штуки даже, представляете? Ну, вот продаем, короче говоря, и урожай там, вот смотрите, моркови, хмеля, табака, да. И произведенных продуктов тоже вот. Ну, картофель, сыр, кефир и все такое. Вот. Так. Следующие. Биогаз. Биогаз. Производим силос. Тут же вот имеются силосные ямы, как вы видите, да. И продаем этот силос на вот этом биогазовой установке. Прежде чем, конечно, продавать, естественно, надо будет покупать участок. Так, а топливо, по-моему, он не производит. Что-то вроде дегестата там, не знаю. А не, почему, смотрите-ка. Тут, по-моему, кажется и дегестат. Можно. Не знаю, поиграем, посмотрим. Ну, в общем-то, вот сюда вот силос засыпается, да. Вот, а туда вот, я не знаю, наверное, дегестат все-таки берется. Вот. Так. По порядку идем. Молокозавод. Молокозавод. Здесь вот, во-первых, это точка продажи молока. Вот, можно молоко просто продать. Или же молоко можно привезти вот сюда, вот, да. Вот. Сюда привозим молоко и деревянные палеты. Вот. На выходе получаем сыр и кефир. Ну, вот, вот сюда вот поддоны привозим эти палеты. Молоко привозим мы вот сюда вот. Вот, вот, жалко, что не имеется сквозной проезд. Вот. И на выходе получаем молоко. Вот. Только я не знаю, где оно получается, это молоко. Ну, где-то, скорее всего, вот здесь вот. Что-то вот триггера не вижу. Так, вот здесь поддоны, да. Так. Ну, скорее всего, где-то вот здесь вот оно получается. А, вот, сбоку. Вот здесь вот, скорее всего. Ну, это вот чем-то вот производство похоже. Так, здесь мы продаем. Да, точка продажи. Ну, в общем-то, где-то, короче, молоко получается. Триггер почему-то не отмечен. Где-то, наверное, появляется, да. Ну, имею ввиду сыр, кефир, да. Так, продажи щипы. Ну, сюда мы привозим и продаем щипу по дешевке. Ну, мы, как вы выяснили, щипу лучше, конечно, не продавать, а отвозить и производить из них гранулы-пилеты. Так, магазин три. Магазин три. Еще одна точка продажи. То есть, у другого уже какого-то поселка. Ну, вот. Так, сеновал. Еще один сеновал. Для продажи, так сказать, сена и соломы. Ну, и травы. В тюках. Так, 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 так. Пойдем-ка вот сюда вот. Мукомольный комбинат. Мукомольный комбинат. Привозим вот сюда вот. Вот сюда вот привозим зерновые, да. Вот. Вот сюда вот привозим мы деревянные поддоны, которые производим. На выходе вот здесь получаем, ну вот, ячмень, пшеница, овес, зерновые поддоны. На выходе получаем муку. Эту муку можем продать или можно повезти на хлеб-завод. Вот. На хлеб-завод. Сюда же можем, ну, нужно привозить еще яйца. Вот. Обычно вот смотрите-ка, тут в фермер-симуляторе как-то невыгодно вот заниматься производством яиц, да. Вот. Нутерно, долго. А здесь вот уже яйца можно пускать на производство, да, мука, яйца. И на выходе вот получаем хлеб. Ну, здесь муку вот. Здесь, скорее всего, яйца или поддоны. Ну, на выходе получаем хлеб. Вот. Так. Магазин 2. Еще одна точка продажи. Здесь сзади так подъезжаем, да. Ну, а вот здесь вот такой вот продуктовый магазин, да. У вот этого так называемого поселка. Вот. Так. Теплицы. Вот. Вот это мне интересно. Для чего же нужны теплицы тут? Скорее всего, это тоже очередная точка продажи. А давайте-ка глянем. Что же у нас принимают теплицы? Теплицы у нас... Теплицы у нас покупают навоз, короче говоря, жидкий навоз, твердый навоз и дегистат. Жалко, вот ничего не производит. Так. Мы вот видели, где можно толкать, короче, песок налево там или направо у административного здания, да. Но откуда-то же его нужно добывать. Для этого у нас имеется карьер. Песчаный карьер. Ну, карьер как карьер. Вот он, песок лежит. Мы тут его забираем. И тут он, скорее всего, кончается. То есть, его вывозим и продаем. То есть, халява, которая лежит под ногами. Песок, короче говоря. Вот так я назову это дело. Так. Пастбище ГРС. Пастбище для коров. Так. Тут выгружаем коров. Вот. Вода. Где-то внутри, наверное, разгружаем там... Ух ты! Такие доильные аппараты, да? Прям тут осовременено. Обалдеть. Круто. И сами по себе, наверное, коровы, они тут бегают на улице, да? Только я вот не вижу, где их кормим мы. Ну, уж точно не здесь. Так, не открывается. Ну, вот здесь вот вода, это понятно. Паилка. Скорее всего, вот здесь. Здесь выгружаем коров самих, да? А, вот что-то. Во! Вот здесь, получается, мы их кормим, да? Здесь солому выгружаем, здесь выгружаем трава с сеном и на смесь, да? Все такое. Так, здесь навоз. Шибком и твердом виде, наверное, да? Интересно. А здесь вот забираем молоко. Как все сложно тут завуалировано, да? Смотрите-ка. Ну, а там вот мы здесь вот были. Здесь вот, вот смотрите, доильные аппараты, да? Вот прям вот имеется здесь вот. Вот это все оборудование, типа, включается, да? Интересно как, да? Смотрите. Так. И вот здесь вот молоко скапливается. Сюда мы на молоковозе заезжаем и забираем. Странно. Только почему с навозом рядом? Это как-то антисанитарно, негигиенично. Ну, ладно. Придираться не будем. Ну, и такой вот самый последний. Это выгон для лошадей. Ну, выгон для лошадей. Здесь мы заводим лошадей, да? Сюда вот привозим солому. Здесь вода. Здесь корм, сено или овес. Ну, в обычном просто заводим лошадей. Ну, если играть с модом сезонов, мы, естественно, их, как говорится, берем в аренду, выращиваем их. Ну, не выращиваем, а ухаживаем за ними. И нам за это приплачивают деньги. Вот. Вот, в общем-то, такая вот интересная карта. Тут вот что интересно. Если кто, как сказать, не любит красивые деревья валет, здесь есть вот такой вот валежник. Его, который можно вот собирать, да? И это свозить на пилораму. И вот смотрите-ка, вот такая неровность, и такие неровности, грязь, да? Вот все такое вот. Вот таким вот образом живописно сделана карта. Вот, так. И тут мы вот уже были пилорамы, да? Вот здесь вот забираем щепу. Ну, а вот здесь вот появляются поддоны и доски. Ну, что ж, карта такая интересная, живописная. Вот. И, скорее всего, может быть, я, когда закончу летсплеить карту Ягодная и Пионер, скорее всего, эту карту я тоже буду летсплеить. Ну, а, возможно, и, как говорится, может быть, и эту карту тоже начну. Хотя вот тоже охота и Молокова тоже летсплеить. Все обязательно, естественно, буду я снимать. На этой карте я обязательно буду тоже играть. Ну, что ж, дорогие друзья, всем спасибо за внимание, всем спасибо за просмотр. Кому понравился обзор, ставьте лайки. Также, гости, подписывайтесь на канал. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы знать о выходе следующих видео. Ну, и всем удачи, дорогие друзья. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok